Президент Касмужмар Тукаев принял участие в шестом саммите СВМДА. В своем выступлении президент Казахстана поблагодарил лидеров стран, участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого совещания. За этот период СВМДА стала платформой многостороннего сотрудничества и Международным институтом современной дипломатии. Глава государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА. Особое внимание в речи было уделено геополитической ситуации на планете. По его словам, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макроконтингента вступали основной движущей силой общественного культурного технологического процесса всего человечества. По его словам, Казахстан в качестве председателя совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в которые включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий. Как подчеркнул Касамж Мартокаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию. Он выразил признательность всем государствам-членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов. Наряду с этим президент предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Он полагает, что эта инициатива КНР имеет большое значение для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания. Продолжение следует...